Итак, давайте сегодня поговорим про такую тему, как психологию инвестора и спекулянта. И это видео непосредственно адресовано для новичков. Я хочу, чтобы все понимали одно, что каждый должен определиться с тем, он инвестор, кто-то приходит на биржу работать, или спекулянт. Смотрите, первый момент спекулянта и его качество. Это азартность. Первый момент. Второй момент. Это если спекулянт, который труется зарабатывать в месяц 2-3%, чтобы потом на них жить, он, как правило, убыточные позиции закрывает в минус. Для того, чтобы потом этот убыток отбить и попытаться заработать непосредственно плюс по акции какой-либо. Ну, либо фьючерс, либо опцион, неважно. Третий момент. Это то, что спекулянты с небольшим капиталом, они зависимы от кредитного плеча. Повторяюсь, если капитал маленький. Четвертый момент. Это если шортит рынок, этот спекулянт, да, ну, то есть играет на понижение. То есть рынок падает, и он решил отыграть его. Важно понимать другое то, что рынок в любой момент может развернуться. И если, когда, например, была коллекция ММВБ 8 ноября по 3 декабря месяц, многие думали то, что ММВБ уйдет на отметку там 2.836, а то и 2.700. И, в принципе, я тоже думал, что может туда и цена уйдет. Но вот взяли, взяли и развернули ММВБ с декабря. Какие события были об этом? Тут был приход уже массовый инарезов на российский рынок. РТС это тоже говорит об этом. И вот, например, если вот спекулянт шортит, да, шортит, ну, например, он начал шортить рынок, к примеру, до него дошло только это 2 декабря, что пора бы рынок зашортить. Берет, шортит, а тут хопа, и разворотная свеча формируется уже 4 декабря. Все. А то там спекулянт может быть и держит свою позицию, и 5-6 декабря уже индекс РТС пошел выше. И ММВБ тоже самое. Все, спекулянт находится в минусе, по большому счету. Он, да, он может поставить стоп-лоссы. Естественно, его потом по стопам выбьют. Но стоп-лоссы это ограничение, это убытка, понимаете? Ограничение, убытка. Все. Но убытком все равно получает. Поэтому спекулянт это очень рискованное дело, и это не для новичков. Пятый момент. Пятый момент. Спекулянты, да, я даже, наверное, по своему опыту тоже скажу, они берут в акциях рост частичный. Частичный рост. Это проблема. К примеру, если акция выросла там на 100%, то спекулянт может взять только 30% от роста, к примеру говоря. В то время как инвестор берет весь рост. Потому что он не спекулирует, а держит то, что держит. И шестой момент. В год, в год спекулянт может зарабатывать огромные проценты. Но это больше, наверное, присуще профессионалам, которые знают, как войти в лонг и как войти в шорт. Лонг это длинную позицию, покупает акции. Шорт, он когда акции продает. То есть, когда рынок начинает играть, он на понижение. Это огромный процент заработает реальные профессионалы. Поэтому новичкам спекулировать акциям я бы, наверное, не рекомендовал. Но, знаете одно, если вы спекулянт, то средний процент для вас, это, наверное, процентов... Если даже начинающий спекулянт, и у вас есть рвение к этому. Если вы заработаете хотя бы за год 15-20%, вы, считайте, уже прошли боевую подготовку. Если вы там заработаете 5%, меняйте свою стратегию. Становитесь лучше инвестором. Заработайте намного больше, и это все в перспективе будет окупаться. В перспективе. Не за день, два, три, не за месяц, а перспектива. Это может быть 6 месяцев, может быть год. Но она окупится, все эти ожидания. Далее непосредственно инвестор. Сразу говорю, первый момент. Он берет весь рост в акциях. Большой рост берет. К примеру, Газпром вырос за 19 год на 75% вроде горят. Когда, к примеру, я тоже покупал Газпром еще по 148-147 рублей. Когда накопление-то было здесь. Вот оно было накопление. Вот оно накопление. Вот видите, да? До этого я тоже Газпром активно спекулировал в том году. Взял, да? И я потом начал продавать Газпром. Ну, примерно, первую продажу я осуществил примерно где-то на отметке 200-205, где-то здесь. Потом я хотел купить его на закрытии ГЭПа. Ну, как просто спекулянт. Но у меня еще инвест-часть в Газпром, между прочим, есть. Я ее покупал по 127 рублей еще. Газпром в инвест-портфеле у меня лежит. Я его вообще не трогаю. С него я получаю дивиденды. Но еще, повторяюсь, была спекулятивная инвестиционная часть в моем публичном портфеле. Спекулятивном. Вот. Я его продавал, повторяю, здесь по 200-205. Хотел сыграть на закрытии этого ГЭПа. По сути, он стал. Рынок не дал. Начался панические выкупы дальше. В итоге мне пришлось покупать Газпром примерно по 205-210 уже по этой цене. Да, он отрос потом. Потом я продавал примерно здесь, уже по 200-34. Ну, туда шел боковик. Формация вымпела. Дальше прошелся вынос вверх. Этот вынос вверх я, по-моему, я его пропустил. Да, я его пропустил. Вот. Потом я начал покупать Газпром уже по новой доле. Вот здесь, в этом боковике. И, ну, когда уже канал я завел, я об этом говорил. То, что вот здесь желательно его покупать. Потому что будет вынос вверх. И вынос произошел. В чем факт? Вот, к примеру, если бы я не рыпался по вот этому публичному портфелю, да? Спекулятивному инвестиционному, скажем так. Ну, публичному. Я бы поймал весь рост в Газпроме. Я бы продавал, к примеру, по 270. Ну, как вариант, понимаете, да? Вот. А так, когда рыпаешься, то, если ты спекулянт, то весь рост вряд ли поймаешь. Далее, инвестор, он не азартен. Это его главное преимущество. Ему насрать на это колебание, по большому счету. Он не азартен. Он видит, ну, упал акция на 20%. Ну, хер с ней подберу ее. Выросла на 40%. Ну, и хрен с ней оставлю ее. Все. Он не азартен. Вот. Далее, инвесторы делятся на три типа. Краткосрочный, среднестрочный, долгосрочный. Краткосрочный-то от года примерно до 3 лет. Среднестрочный от 3 до 6 лет. Долгосрочный от 6 до, там, может, 25, там, 30. Вон, Ворон Баффет. Кока-колу, он с 87 года держит акцию. Почти 40 лет он ее держит, акцию Кока-колы, да? Ну, там, 30 с небольшим лет он ее. 33 года примерно держит. Кока-колу. Я бы так не смог держать ее, честно скажу. Потому что мне, я не знаю, меня, наверное, жабы от такой прибыли задушат быстрее, чем я буду держать ее. Ну, это моя уже психология непосредственно, субъективная. Далее, третий момент. Купив акцию, инвестор получает дивиденды. При этом его дивидендная доходность, она растет. Из года в год. Ну, это на фоне американских, российских компаний. Я скажу больше. У меня раньше был знакомый, который покупал Лукойл в 2000, наверное, 2004 году. Сейчас я посмотрю. Когда он цукнул, асо, в 2004? А, он, да, вот. Он покупал Лукойл примерно декабрь. Ну, вот, январь 2004-го по... Где декабрь-то? По декабрь. Вот в этом диапазоне он его покупал. Точно цену я не знаю, как он мне не говорил. Но вот в этом диапазоне он покупал в 2004 году. Ну, берем диапазон год. И за это время, за это время, да, вот с того времени Лукойл вырос уже на охренеть. На 700 процентов он вырос, Лукойл, да? И он с него сейчас тупо получает дивиденды. Все. Абсолютно по барабану. Это тот чувак, с кем я работал раньше еще, когда я в банках работал на позиции руководителя. Поэтому и... Вот вам пример тому, что есть. Человек взялся, человек держит. Человеку 16 лет держит Лукойл. И получается, он тупо дивиденды. Ему он глубоко до фиолетово на все эти спекуляции. Я ему, честно говоря, в этом плане завидую. Потому что лично мне, лично мне нужна движуха какая-то в акции. Спекульнуть. На самом деле, да. Как-то вот такая мания есть небольшая. И она, мания, это жабодушительная. Но все же, все же. Но уже есть опыт в спекуляциях. Уже хорошо. Шестилетний причем. Ну, за все то время, то, что я работаю на бирже. То есть изначально я покупал акции в 2014 году как инвестиционные. Это было как раз в конце года, там, в декабре, когда рынок на обвале был. И потом я начал уже свою позицию инвестиционных постепенно раздавать в 2017-2018 годах. И вот, к примеру, у меня была позиция по МТС. И меня, например, сейчас люто, не знаю, люто трахает в ноздрю жаба от того, что, если бы я не слил позицию по МТС, да, я бы сейчас получал бы просто неимоверные дивиденды размером в зарплату среднероссийскую. Понимаете, да? Вот если вот, ну, чисто если разбит на месячный формат. Вот по месяцу разбить, была бы зарплата там примерно среднероссийская. Вот вам пища для ума, как говорится. Ай, короче говоря. Но у инвестора есть, наверное, ну, изъян, скажем так. Изъян определённый есть. Его среднегодовая доходность это 10-15%. Но он её получает дивидендами. И чем выше акция по рыночной капитализации, тем выше её дивидендная доходность. Я говорю сейчас о российском рынке. Но при этом с годами эта доходность годовая, она растёт. Вот у того парня, да, вот с кем я раньше работал, у него доходность по Лукоилу, я не знаю, сколько он сейчас получает. Я просто не знаю, выплату дивидендов, какая была в 2004 году. Но если сравнить так, то он получает дивиденды по Лукоилу, там у него примерно довольно крупная сумма Лукоилы ещё по сей день лежит. Ну, сколько? Я не знаю, процентов, может быть, 25 получает он в год с неё. Ну, с того времени, если я, может, 30%. Тут надо почитать, потому что я сейчас говорю на обум процент, поэтому давайте, пожалуйста, без критики. 25-30% он тупо с Лукоилу получает. Поэтому это основополагающий факт того, вот что лучше окупается. Инвестор вложения окупается с годами. У спекулянта могут вложения окупиться за считанные дни. Но это и в том случае, если он профессионал в этом деле. Если вы, повторяюсь, чайник, да, вот наивиспечённый биржей, который пришёл на биржу на фоне массового зазывания в телерекламе, либо в интернете, у вас просто так спекулировать не получится. Вам нужен опыт. Вы будете высиживать обвалы, вы будете фиксировать убытки, вы будете фиксировать минимальные прибыли, в то время, когда акция, у неё там потенциал улететь ещё выше. То есть вам всё это нужно будет пройти для того, чтобы потом для себя понять, спекулянт вы или инвестор. Я лично больше склоняюсь к инвестиционной позиции, но, но, понимаете, чем факт? У меня такой темперамент, у меня он очень такой, в какой-то мере, эмоциональный. То есть мне нужны какие-то движения, то есть какой-то опыт приобретать, да, то есть из раза в раз. Вот. И поэтому я держу большую часть своего капитала в инвестиционном порядке. Ну, к примеру, условно назовём 100% капитала, условно 60% я держу в инвестициях. Всё, условно. 40% на спекуляциях. И эти 40%, грубо говоря, 40%, условно. Я не буду, какая там сумма капитала, я пока к этому не готов озвучить её. Но, условно, эти 40% я афиширую. В публичном портфеле. Просто вам для понимания. Остальные шаги, они чисто лежат и лежат, и никого это не мурыжит. Я там с них чисто получаю дивиденды. Всё. Конечно, я понимаю, что в будущем на рынках, вероятен, большой обвал. И в этом инвест-портфеле у меня не так-то и много акций, на самом деле. Большую часть я прибыли годовой получаю непосредственно со спекуляцией. В инвест-портфеле у меня вообще лежит в первую очередь огромная позиция Газпрома и Магнит. Об этом я не первый раз говорил. Вот, а в спекулятивной части... Маляк, кто-то в окно долбится. Или мне кажется... Чёрт, галлюцинация. А в спекулятивной части... Херня какая-то. Голова уже вообще, блядь, по пизде пошла. А в спекулятивной части я держу 40%. Ну и, как бы говорится ещё раз, я её неплохо так... Её мастурбирую из года в год, эту спекулятивную часть. Отчего, в принципе, к примеру, за спекулятивную часть я за 2019 год сумел заработать 30% годовых. С одной стороны, немного, да. Но с другой стороны, в принципе, лучше, чем ничего. Но зато ещё на фоне инвестиционной части, если её приплюсовать, да, к примеру, Росгазпрома и Росдивидент доходности Газпрома, да, то получается и все там 70 и 80% годовых уходит. Понимаете, в чём факт? То есть, если сплюсовать инвест-часть и спекулятивную, получается примерно где-то 80% я заработал за 2019 год. Но я инвест-часть не беру в расчёт, потому что она тупо мёртвая, она неподвижная. Там идёт число дивидендов. А спекулятивная 30%, да. Поэтому, в итоге, я бы вам честно скажу, вот, даже новоиспечённым инвесторам, которые пришли на российский рынок, я бы вам, наверное, не рекомендовал спекулировать, честное слово. Потому что, потому что, ну, тут просто резон другой. У вас будут набиты лютые шишки на голове. На фоне чего вы биржу просто покинете в скором времени. Если вы хотите получать конкретные доходы в будущем, в будущем, просто покупайте тогда акции лет на 20, на 30. Ну, даже, может, на 10, на 15 лет хотя бы. Покупайте акции и держите их, получайте дивиденды. Ну, я думаю, вы логику мою поняли. Ну, и, в принципе, на этом всё. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзоры акций, облигаций, технические, фундаментальные, а также торговые идеи для спекулянтов. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамотной стратегии, наши главные союзники. На этом всё. Благодарю за внимание и до свидания.